Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокера Открытия, там у меня российские активы и также у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и в завершении, как обычно, попытаемся поразмышлять, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья, погнали! В России началась массовая вакцинация от коронавируса. Если изначально прививали только определенные категории, соцработники, военнослужащие и так далее, то теперь привиться может любой желающий. Ну и мало того, что может, государство, собственно, и рекомендует это делать. Путин уже сказал, неоднократно сказал о том, что вакцина безопасна, вакцина у нас самая лучшая, самая первая. В общем, друзья, все на вакцинацию. Есть на выбор два препарата. Это спутник от центра Гамалеи и пивак-корона от компании Вектор. Оба, как утверждают медики, безопасны, оба эффективны. Поэтому, друзья, все желающие, вперед из песней. Я, если честно, как и многие, например, мои знакомые друзья, пока опасаются. Ну, пока непонятно. Есть, в общем-то, разные слухи о побочных эффектах. Посмотрим, друзья. Я лично придерживаюсь тактики, во всяком случае, немного обождать, посмотреть, как люди начнут прививаться, какие результаты будут обнародованы. И уже после этого принимать решение, идти ли на укольчик самому. Просто целый блокбастер вчера был с прилетом Алексея Навального. Я следил за этим в прямом эфире. И Дождь вел прямую трансляцию и Эхо Москвы, и канал Навального, и огромное количество ресурсов. Друзья, он все-таки вернулся. Это удивительно. Но он не испугался. Он прилетел. Он прилетел тем самым рейсом, о котором и говорил. Но и власти действовали крайне предсказуемо. Самым, наверное, таким жестким способом. Они действительно развернули самолет в другой аэропорт. Летел он во Внуково, посадили его в Шереметьево. Во Внуково и в Шереметьево были массовые задержания. Задержали несколько десятков человек. А Навального сразу арестовали. По сути, он прилетел в тюрьму, как многие прогнозировали, многие аналитики. Для чего он выбрал подобную жертву? Возможно, у него есть какой-то запасной план. Я очень сочувствую этому человеку. Я не все его взгляды разделяю. Мне многое из того, что он делает, непонятно. Но вот эта смелость, эта дерзость, этот вызов, который он бросает действующей власти, друзья, это вызывает уважение. Я продолжу следить за его дальнейшей судьбой. Будем надеяться, что ничего трагичного с ним в ближайшее время не случится. Невероятное событие случилось вчера, друзья. Лео Месси был удален с поля. Это случилось впервые за более чем 700 матчей в составе Барселоны. И впервые за 16 лет капитан уходит. Его команда проиграла суперкубок. Закат Барселоны, закат карьеры Лео. Об этом все говорят. И мы наблюдаем это с вами последние уже несколько месяцев. Печальная картина, когда великие спортсмены заканчивают. Но возраст не щадит никого. Ну и зашел я сегодня в терминал с утра посмотреть, как открылись рынки. В общем-то, посмотрел российские бумаги. Гляжу, а по-американским нет никаких движений. Решил загуглить, в чем дело. Оказалось, что в Америке, друзья, сегодня большой праздник. Национальный праздник. День Мартина Лютера Кинга. Я решил прогуглить, чем он знаменит, чем он известен. Ну и давайте с вами полистаем вкратце информацию, его биографию. Чтобы вообще разобраться, почему сегодня биржи отдыхают. В помощь нам в Википедии. Мартин Лютер Кинг родился в 29-м году. Был застрелен 4 апреля 68-го года. Всего лишь 39 лет он прожил. Это американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист. Получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США. С 1954 года до своей смерти в 68-м году Кинг выступал за защиту гражданских прав с помощью ненасилия и гражданского неповиновения. Тактик, вдохновленных его христианскими убеждениями и ненасильственным активизмом Махатмы Ганди. Мартин Лютер Кинг оставил огромное наследие. Я прочитал статью о нем в Википедии. Ознакомьтесь, друзья, кто не в курсе, что это был за человек, даже был награжден Нобелевской премией мира за свои высокие идеалы. Ну что, погнали на рынки. Здесь сегодня наблюдается коррекция. Индекс РТС за день теряет 0,6%. Индекс Мосбиржи во второй половине дня слегка развернуло в плюс. Рост на 0,14%. Золото растет на 0,29%. Тройская унция стоит 1833 доллара. Нефть в коррекции. Российская Юрлс минус 0,84% за день. 54 доллара 34 цента за баррель. Бренд 54,94 минус 0,29%. Ну, Америка, как мы выяснили, сегодня не торгуется. Вспоминаем, что было 15-го числа. В пятницу минус 0,72% по индексу S&P 500. И минус 0,57% по промышленному индексу Dow Jones. По индексу Московской биржи сегодня лучшая бумага вновь Тинькофф. Плюс 3,1%. На втором месте Фосагра. Плюс 2,6%. И также в пятерке GLTR. Группа компаний Пик. И золотоотбывающая компания Полюс. Лидеры падения. ВТБ минус процент. Алроса минус 1,1%. Татнефть минус 1,2%. Обычные префы. И Headhunter минус 2,1%. По российским бумагам лучшими сегодня были Южноуральский никелевый комбинат. Плюс 20 за день. Давайте сегодня его разберем. В Орега нефтегаз плюс 9,92%. И в тройке Rusgrain Holding плюс 9,62%. В лидерах Чеза ПСН, Профнастил, МОСК, Центральный Телеграф. Центральный Телеграф Префы. Кстати, друзья, обе бумаги растут КГК. В Орега нефтегаз Префы. Группа Черкизова и КГК. Ну, давайте сегодняшнего лидера рассмотрим. По нему за месяц плюс 92. За год плюс 284. За три года плюс 270. Ничего себе, друзья. Я помню эту бумагу. Она летом очень здорово росла, когда с Норильским никелем случилась вот эта экологическая катавасия. Тогда Южурал никель прям круто вырос. Но потом он как-то с радаров пропал. Ну, вот заодно сейчас посмотрим, как он провел последние полгода. Как я провел лето, да? Как говорится. 11 630 рублей. Дорогая акция. Сегодня она выросла на 1930 рублей. Цена доход по компании 23.9. Очень дорого, друзья. Теханализ предлагает ее краткосрочно покупать. Подгружаем теханализ на месяц. Так, на месяц активно покупать. Скользящие средние 12 к нулю за покупку. Технические 6 к одному. Ну, видите, теханализ, он, собственно, с других точек зрения рассматривает перспективность бумаги. Поэтому, ну, в общем-то, график поведения бумаги на графике, оно указывает на продолжение роста. А то, что компания переоценена, и то, что она, например, фундаментальна, экономически может быть не перспективна, все это в теханализ не закладывается. Поэтому надо смотреть на все эти показатели, но принимать решения, конечно, самостоятельно. Тикер компании UNKL. Вот ее график за неделю, за месяц плюс 93,5. Вот это рост, друзья. За полгода плюс 75%. Но, вот, собственно, как компания лето провела. Вот, смотрите, июль, друзья, и пошел обвал. Прошла сильная коррекция. Вот как здесь инвестору удержаться от продажи. Вот, смотрите, какая показательная динамика. То есть, для того, чтобы заработать за год, вот сколько тут получается, за год 287 годовых, во-первых, надо было поверить в компанию, когда она была в боковике, друзья. Смотрите, она вообще не росла несколько месяцев. Потом просто резкий рост, резкий рост в июне-июле. Потом падение бумаги. Вот надо было здесь, собственно, это тоже все пересидеть, увидеть перспективность дальнейшего роста. И с конца декабря вновь взрывной взлет. Вот такие вот, друзья, бывают превратности поведения бумаг на фондовом рынке. Поэтому, еще раз, это все, мне кажется, лишний довод в пользу именно долгосрочного инвестирования. Ну, либо надо обладать каким-то даром предсказания, невероятным хладнокровием, чтобы не ломать дров на всех вот этих вот резких амплитудах. То есть, по идее, продать надо было вот тут компанию, потом зайти в нее вновь вот здесь. Но как это все предугадать, не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Вот общий график по бумаге. Плюс 292% за 9 лет. Ну, не густо, в общем-то, друзья. Весьма не густо. Получается, что за этот год бумага выросла ровно настолько, сколько за 9 лет в совокупности бывает и такое. Так, комбинат Южурал Никель, горнодобывающая металлургическая компания, которая занимается производством никеля и кобальтовых солей. Показатели компании. Более 5 миллиардов стоит бумага. Высоченный ПЕ. Рост ИПС отрицательный. Рентабельность положительная, но очень слабенькая. Но зато нет долга по компании и нет дивидендов. Ну, смотрите, друзья. Конечно, компания выглядит, на первый взгляд, интересно. Но сейчас стоит очень много, очень много. Поэтому, как бы не попасть под очередное падение. Вот в чем главная проблема. Сейчас ее можно купить и как раз налететь на большие убытки. Большие риски, мне кажется, по этой акции. Так, кратенько смотрим, что сегодня у меня. Начинаем с российских активов. В брокере открытия. Если хотите инвестировать с помощью этого брокера, если вам понравится функционал, раскрывайте описание. Там будет ссылочка на открытие брокерского счета. Все делается легко и просто. Тут сегодня плюс полпроцента, плюс 3000 рублей. Общий результат по российским бумагам. Сейчас мы на него глянем. Так, за 7 дней у меня минус полтора процента, минус 9 тысяч. За 30 дней плюс 3 процента, плюс 17 тысяч. За год держу плюс 21 процент, плюс 104 тысячи рублей. По моим бумагам сегодня лучшие это ETF-ки на акции Китая. Что интересно, там вроде Америкосы новые санкции готовят, а ETF-ка растет на 3 процента. И также в лидерах Сбербанк Префа плюс 1.43, ETF-ка Финекс на золото плюс 1.16. Также растут бумаги Полюса, Детский мир, ETF-ка на американские компании, FX-IT, FX-WO, прибавляет доллар на 0.84 за день, FX-US, Сбербанк Полиметалл, Евро растет, Яндекс, ОГК-2. Ну все почти, друзья, в плюсе. В минусе только Норникель, минус 0.19, Россети минус 0.18 и Префа Ленэнерго минус 1 процент. Перелетаем в приложение брокера Тинькофф. Тут никакого движника сегодня нет. По ИС торговля стоит, потому что тут 12 акций из индекса S&P. Американских акций, а они сегодня не торгуются. Общий результат по этому портфелю на сегодня плюс 25 процентов, плюс 35 тысяч на счете 174 тысячи рублей. Что касается фондового портфеля, плюс 0.11 тут, плюс 204 рубля, 187 тысяч в портфеле. Ну и фонды в основном сегодня растут, за исключением Тинькоффского фонда NASDAQ на технологичный сектор. Ну и плюс позитива добавляет курсовая разница, она сегодня в мою пользу. Что будет дальше, друзья, и что будет завтра? Ну вы знаете, вот все, что я сегодня читал, имеет какой-то слегка пессимистично негативный окрас. Все ожидают коррекции на рынках и предполагают, что она может прийти буквально в ближайшие дни. Поэтому я не буду идти против тренда, разумеется. Мне кажется, что мы можем эту коррекцию увидеть. Насколько долгосрочной она будет, посмотрим. Но пока относительно курса российского рубля прогнозы слегка пессимистичные. И относительно прогнозов фондового рынка в целом. Будем надеяться, что это не так, но время покажет. Все, всем кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok